Хочешь получить под завязку золото или крутой премиум танк себе на аккаунт за 149 рублей? Твоя интуиция знает, в каком из пяти контейнеров лежит самый лучший приз. Испытай себя на VODKIT.RU. Ссылка в описании. В этом видео разогревается немного голды. Для участия нужно поставить лайк, подписаться на канал и написать свой ID вконтакте под этим видео в комментариях. Ну и если нету ID, просто ник игровой. Также досмотри видео до конца. В зависимости от просмотров будет разыграно от 1 до 3 приз. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о том, какой танк будет в марафоне в 2018 году. Разработчики еще на VG-фесте заявили, что 2018 год будет годом марафонов. То есть будет очень много халявы. И для нас, игроков, это, конечно, всегда хорошо. Совсем скоро выйдет в патч 1.0, который поставит жирную точку над тем, что игра все-таки не развивается и что никаких новых изменений нет. Поэтому, наоборот, разработчики говорят нам о том, что изменений будет много и HD-карты тому доказательства. Патч 9.22 выйдет, скорее всего, 5 или 6 февраля. То есть уже совсем скоро не за горами. Ну, а после этого идет наш долгожданный патч с HD-картами. Скорее всего, предварительно он выйдет в феврале, в середине где-то месяца. И мы сможем все их заценить. Для Wargaming это, конечно, знаменательный момент, потому что они эти HD-карты делали очень давно. И потратили на них много сил и времени, и, конечно же, денег. Ну, поэтому не стоит даже и сомневаться о том, что разработчики максимально попытаются привлечь внимание к этому патчу. Особенно игроков, которые ушли из World of Tanks. Таких немало. Вообще, вновь прибывших игроков совершенно новых, которые раньше в танки не играли, их не так много, как хотелось бы Wargaming. В основном, огромная часть аудитории, она, к сожалению или к счастью, тут уже каждый по-своему будет сидеть, они ушли из танков и как-то, в общем-то, особо и не хотят возвращаться пока что. И, конечно же, вот этот вот патч, он будет разрекламирован везде, где только можно. Там на телевидении реклама наверняка выйдет. Вот у нас HD-карты, вот как все круто. Возвращайтесь, игроки. Все будет шикардосено и вообще скоро у нас баланс там будет просто отменный. Ну и, конечно же, одним из самых таких эффективных способов, как можно вернуть игроков, а также поднять онлайн, заставить тех игроков, которые мало играют, почаще играть, это, конечно же, халява. Это сладкое слово, которое многих притягивает. Естественно, больше всего в World of Tanks притягивают марафоны. Это очень такое знакомое слово для танкистов, они обожают марафоны. Были марафоны на Е-25 и на многие другие крутые танки. Ну и вот на седьмом уровне может быть марафон на Тигр-2П. По данной информации она очень, так скажем, вероятна. Ну, то есть, эта информация проверена из проверенных источников, но стоит понимать, что разработчики, они все-таки у себя там могут менять решения, обсуждать их и могут вместо этого танка какой-то другой ввести. Но этот танк все-таки очень вероятен. Во-первых, он не является какой-то жесткой имбой, а разработчики не особо любят давать имбы в марафоне. В основном даются такие танки, как, например, Тигр-131, который, кстати, и не является чем-то особо новым, но при этом все-таки фармит там понемножечку и позволяет игроку получить халявный премиум танк. Ну и также и с Тигром-2П. Камуфодраж, кстати, для него может быть совершенно другой, не как у Тигра, там какой-нибудь найдут интересный камуфодраж для этого танка. Как вы понимаете, по названию Тигр-2П это как раз премиум танк, который является практически копией Тигра-2 на восьмом уровне. Только Тигр-П, он, в общем-то, на седьмом уровне. В чем его отличие от обычного Тигра? У него орудие, конечно же, не топовое. Тут стоковая пушка с восьмого уровня. Называется она Л-71. Эта пушка не особо эффективна на восьмом уровне, но вот на седьмом уровне она смотрится очень даже приятно и комфортно. Комфортно. 203 бронепробития и 237 бронепробития на голде. 240 урона. Такая же пушка, в общем-то, у Тигра и у Тигра-П. У этой пушки неплохой ДПМ, хотя он тут может, так скажем, сильно варьироваться. Например, у Тигра-П он так себе, у Тигра обычно весьма высокий ДПМ. У этого орудия высокая скорость подота снаряда, хорошая точность, быстрое сведение. Сам же Тигр-2П будет отличаться очень крепким бронированием. Он действительно довольно-таки хорошо бронирован. Ну, представьте, вот этот вот корпус от восьмого уровня, он перейдет полностью на седьмого уровня. Только башня будет, скорее всего, другая. Скорее всего, возможно, от Тигра как раз П. И, в общем, на седьмом уровне этот танк будет очень хорошо бронирован. Естественно, не только одним орудием разработчики забалансили этот танк. Еще, конечно же, они понерфили ему подвижность. Старой подвижности уже и нет. Тут 10 лошадиных сил на тонну, уделенная мощность двигателя. Да, максимальная скорость тут по-прежнему 38 км в час. Но она, в общем-то, практически не набирается. Только если с горочки. В среднем танк будет ехать 10 км. Ну и, как вы можете видеть, такой вот довольно-таки стандартный вариант для варгейминга. То есть, зачем вводить что-то реально совершенно новое, если можно ввести еще один похожий танк. Но, поверьте, на седьмом уровне он будет сильно отличаться от того, что сейчас на восьмом уровне есть. Потому что Тигр-2 на восьмом уровне. Танк, на мой взгляд, не особо сильный, мощный, ДПМный там и так далее. А вот на седьмом уровне даже с понерфленной подвижностью и даже с другим орудием танк будет очень даже неплохим. Если, конечно, разработчики сильно его прям не зарежут по орудию. Но, на мой взгляд, вряд ли такого произойдет. А танк, в принципе, будет фармить. То есть, это самое главное. На седьмом уровне у него все-таки 203 пробития. Этого будет хватать для того, чтобы пробивать большинство врагов. А значит, все-таки нафармливать себе кредиты. А это самое важное. Потому что, естественно, все хотят получить премиум танк, с помощью которого можно будет добывать кредиты заветные. Которых сейчас как раз постоянно не хватает. Учитывая сколько всяких разнообразных акций. Ну и, на мой взгляд, по-моему, неплохой вариант для марафона. Как я уже сказал, скорее всего, разработчики как раз начнут привлекать аудиторию после выхода патча 1.0. Этот патч, как я уже сказал, намечен на середину февраля. Так что, ждем. Ну и, что еще можно сказать? Ребята, если вы поставите лайк под этим видео, и если лайков наберется тысяча, то тогда я сделаю еще одно видео, где поделюсь с вами информацией о том, какой танк шестого уровня будет участвовать в марафоне. Так как разработчики говорили, что шестой, седьмой и восьмой уровень будут марафоны. Ну и вот как раз есть у меня инсайдерская информация по шестому уровню. Ну, а я лично жду Тигра 2П, потому что, на мой взгляд, хоть танк и очень такой стандартный, совершенно неоригинальное решение в очередной раз, но на седьмом уровне он будет смотреться добротно, и я думаю, он будет очень даже неплох. И я в этом марафоне, я думаю, поучаствую, если, конечно, условия не будут сверхсложными. Но я думаю, условия не будут сверхсложными, они будут нацелены на то, чтобы игрок заходил и побольше боев проводил в игре. Именно это и нужно разработчикам, потому что нужно как-то поднимать онлайн и как-то привлекать игроков обратно. А если ЛБЗ будут слишком сложными, ну, тогда многие просто не смогут их выполнить, и толку от этого не будет. Вот такая вот информация, ребята. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки, также подписывайтесь на канал, нажимайте обязательно колокольчик, потому что без него уведомления очень часто не приходят о новых видео. И чтобы не пропускать новые видео, желательно нажать колокольчик. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok